Пётр Вайль, Александр Генис, 60-е. Мир советского человека. Александр Генис, «Долгое поколение». Эта книга началась с того, что мы остались без работы. Еженедельник семь дней закрылся на 57-м номере по коммерческим соображениям, к которым редакция не имела отношения. «Журнал делали втроём. Мы с Вайлем и Бахчинян, и на всех приходилась одна жидкая зарплата. Мы получали её от издателя в пластмассовом пакете из супермаркета «Вальдбаумс», набитом грязными долларовыми бумажками из газетных киосков. «Чистые», — думали мы, вспоминая Паниковского, — «издатель оставлял себе». «Деньги делил лучше всех считавший Вайль. На каждого приходилось по 150 долларов, но куча выходила изрядная, бумажки не влезали в карман, и на нас косились всюду, где доводилось расплачиваться. Зато мы знали, что живём на деньги читателей в гораздо более прямом смысле, чем это водится. Через год, однако, грязные доллары кончились, чистыми с нами делиться никто не собирался, и мы оказались безработными и беззаботными». Страховое пособие, немногим уступающее зарплате, обещало шесть месяцев безделья. Сладким оно, как мы к тому времени уже твёрдо усвоили, бывает, если есть дело. Когда ни от чего отлынивать, свобода обременительна, день бесконечен, и водка не лезет. Хорошо ещё, что рецепт спасения нам был известен. Книга. Вопрос — какая? Ответ нашёлся там, где и следовало ожидать. В библиотеке. Откуда я с трудом притащил домой нарядный том Джона Пристли в викторианской Англии. Осенило меня ещё до того, как я успел досмотреть картинки. В советской истории была своя викторианская эпоха. Та, в которой режим показал всё, на что он способен. Викторианство не совпадает с высшим творческим рассветом. В Англии он пришёлся на правление другой королевы, Елизаветы I, в СССР на двадцатые годы. Главное, тут не столько художественные, военные или политические достижения, сколько сентиментальные. Внутренние мироощущения самодовольной эпохи. Нам ведь очень редко нравится время, в которое мы живём. Но иногда мы идём в ногу с календарём и верим в светлое будущее. Такой была либеральная и самоуверенная Англия Викторией. Таким был, точнее, казался многим, Советский Союз шестидесятых. Это десятилетие отличалось от семи остальных относительно, ну, Синявскому или Бродскому от этого было не легче, вегетарианскими повадками власти, что позволило впервые и ненадолго реализовать потенции советского общества. Следствием короткого перемирия стало явление самого длинного в русской истории поколения шестидесятников, которых мы знали лучше других, ибо жили среди них в эмиграции. Обрадовавшись идеей, я тут же позвонил Вайлю, горячо одобрившему проект. Я даже знаю, когда это произошло. 18 ноября 1984 года. У меня лежит сохраненный на память о нашем решении листок отрывного календаря. Поскольку его автор, С.Р. Николай Мартьянов, с революцией не менял занимательных фактов, развлекавших покупателей, то на обратной стороне листочка можно было прочесть о волшебной радиоле, позволяющей слушать музыку без оркестра. История, решили мы, стучится в дверь, и нам остается ее только распахнуть. Найдя себе дело и тезис, мы принялись искать форму, в которую бы уложилась наша смутная затея. Вот когда выяснилось, что мы не знаем, как пишется история. «Более того, этого не знал никто. Шестидесятые кончились совсем недавно и еще не ощущались, да и не были прошлым. Тогда я еще не читал Литтона Стрейчи, который заявил, что историю викторианства написать нельзя, ибо мы знаем о нем слишком много. Мы были в схожем положении и пытались нащупать выход в двух направлениях. Первый вел к книгам, второй – к людям. Теперь, вооруженные целью, мы каждое утро отправлялись в славянское отделение библиотеки на 42-й стрит и сидели там до вечера, обложившись советской прессой 60-х годов. Конечно, мы ей не верили, но нас интересовало, как она врала и о чем умалчивала. Ведь цензура, рассуждали мы, не только вычеркивает, но и творит, создавая искаженный слепок с действительности. Для опытного глаза, а каким еще он может быть у выросших в Советском Союзе, ложь партийной прессы обладала сотнями степеней и оттенков. Она не могла не проболтаться о главном, и мы сторожили существенное. Не для того, чтобы уличить, а для того, чтобы нащупать болевые узлы эпохи. Каждый из них связывал идеологическую тему с конкретным сюжетом в один миф и волей-неволей делал всех современниками. Раз миф тотален, считали мы, он задевает всех, даже тогда, когда его демонстративно игнорируют. День за днем мы уминали сырую и фальшивую реальность, словно рыхлый снег в твердый снежок, которым можно разбить матовое стекло, заслонявшее прошлое. Так скучная библиотечная работа стала захватывающей охотой, которой мы заразили друг друга и соратника Бахчаняна. Теперь мы ездили на 42-ю втроем и радостно делились находками. Вагрич, впрочем, предпочитал предыдущую сталинскую эпоху, где он сторожил образцы грозного державного сюрреализма и абсурдного концептуального безумия. Во всяком случае, он не без зависти разглядывал нечеловечески роскошное издание стихов о Сталине — Джамбула. У меня, кстати сказать, был знакомый спортивный журналист, который лежал с Джамбулом в кремлевской больнице. «Казахский Акын, — рассказывал приятель, — был старым московским евреем, которого распирала правда, но, возможно, он страдал манией величия». Бахчанян охотно участвовал в нашей работе еще и потому, что она напоминала его собственный метод. Вагрич резвился в тылу врага, используя, как в карате, силу противника. Его коллажи лучше всего комментировали эпоху, когда он давал ей самой высказаться, а нам — удивиться, ужаснуться и рассмеяться. Мы усвоили его технику безопасности в обращении с мифами, учась не разоблачать, а вскрывать их, как банки с консервированным временем. Постепенно семантическое облако шестидесятых сгущалось в оглавлении, но мы не торопились его оформить на бумаге, ибо хотели проверить себя на практике. Вокруг нас жили герои той эпохи, и почти каждый нам дал по-огромному многочасовому интервью. В этих разговорах мы обкатывали центральные темы нашей книги и того времени с теми, кто их таковыми считал. Или не считал. Аксенов соглашался. Комар и Меламид? Нет. Бродский говорил странное. Он, например, ругал космонавтику, не находя в ракете антропоморфного облика раннего самолета, который он, растаяв руки, очень похоже изображал. К несчастью, теперь уже невосстановимые записи всех, без исключения бесед, пропали. Из экономии мы покупали кассеты по четыре штуки на доллар, не догадываясь, что дешевые пленки быстро осыпаются вместе с записанным голосом. Так или иначе, нам удалось сверить устную историю с письменной и внести поправки в уже установившуюся концепцию 60-х. Она напоминала американские горки, вверх-вниз, от надежд к разочарованию с 1961 по 1968. Прочертив маршрут и распределив остановки, мы готовы были приступить к делу. Но тут кончилось пособие по безработице. В ответ на выпад судьбы и правительства мы изобрели парный коммунизм. Устройство его оказалось непростым, но действенным. Разделив 24 главы будущей книги по жребию, я никогда не скажу, кому какая досталась. Мы отвели на каждую по месяцу. Пока один, погрузившись по уши в материалы и писал свой урок, второй зарабатывал деньги на Радио Свободы, в калифорнийской газете Панорама и всюду, где хоть что-то платили. Гонорар складывался и делился пополам. Сейчас мне даже кажется странным, что эта наивная система работала без срыва целых два года. Честно говоря, я этим до сих пор горжусь. Готовую рукопись мы отнесли в лучшее русское издательство из всех тогда существовавших. Ардис. Его хозяйка Эллендея Профер, Карл уже умер, приняла книгу без вопросов и отдала оформлять Владимиру Паперному, чьей культурой два мы восхищались и которой завидовали. В 1988-м книга 60-е «Мир советского человека» вышла в свет через четыре года после того, как была задумана. За этот срок хоразительно изменился объект нашего исследования. Из агрессивного застоя страна перешла к радикальным реформам. Мы писали о прошлом с легкой ностальгией. Оно оказалось актуальным. Перестройка решала те же проблемы, которые ставили 60-е. Хуже, что они остались нерешенными и сейчас, когда четверть века спустя выходит новое издание книги, по-прежнему отказывающейся быть исторической. Говорят, что когда история не развивается, она длится. Александр Геннис, Нью-Йорк, июнь 2013 года. Шестидесятые. Мир советского человека. От авторов. Когда в 1984-м мы начали работать над этой книгой, шестидесятые годы казались замкнутым, завершенным историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя. Перестройка смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой шестидесятых. Более того, в шестидесятых мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций. Прежде чем представить книгу на суд читателя, нам хотелось бы указать на несколько обстоятельств. Эта книга посвящена не истории первой оттепели, которую принято датировать 1956-1964 годами, а эпохи шестидесятых, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году 22-м съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип шестидесятника, личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества. Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу шестидесятых, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи. Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени — прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны, критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой стороны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и моделируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними детьми оттепели, часто относимся к шестидесятым некритично. Что ж, наше заблуждение тоже характерная примета времени. Еще один важный вопрос — кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем? Мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологические моды. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованный в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков толстых журналов. В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги — тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность, наконец, трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, шестидесятые по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью. Авторы приносят искреннюю благодарность всем тем, кто, поделившись своими воспоминаниями и размышлениями о шестидесятых, предоставил в наше распоряжение важнейший источник книги — «Устные свидетельства современников». Особую помощь дав авторам обстоятельное интервью оказали Асбель, Аксенов, Бродский, Войнович, Волков, Гладилин, Давлатов, Комар и Меламид, Копелев и Орлова, Кузьминский, Лосев, Любимов, Незнанский, Неизвестный, Поперный, Синявский, Спасский, Суслов, Фрумин, Целков, Шемякин, Шрагин. Приносим также благодарность Парамонову, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний. Естественно, все упомянутые лица не разделяют ответственность с авторами ни за концепцию книги, ни за высказанные в ней суждения, ни за содержащиеся в ней ошибки. Пётр Вайль, Александр Геннис, Нью-Йорк, октябрь 1988 года. Фундамент утопии. Двадцатый год до новой эры. Коммунизм. Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране — СССР. Хотя проект новый, третий, программы КПСС был принят пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля. Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался ещё театром студии, шло третье желание. В зеркальном театре «Сада Эрмитаж» легкомысленная девушка с веснушками. На вечер телевидение запланировало всенародный праздник — матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резко шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполит из Дат закончил выпуск 22-го тома полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзавистых и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Никита Сергеевич Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка, где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко. Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным — текстом проекта программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз. Новая программа КПСС обещала построить коммунизм. И эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Строительство утопии и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно — наличие цели и вера. Такое прочтение проекта программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимательно. Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая программа, наводила на сравнение с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения программы в советской периодике практически не обходились без этого слова — утопия, хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы. То, что раньше обозначало несбыточную мечту, оставило за собой только значение изображения идеального общественного строя. Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Компанеллы. В особой чести был итальянец, ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждения, но и принуждения — кто не работает, тот не ест. А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии Мора» — серб, молот, колосья.